Всем привет, вы на канале Таксовая Прага. Сегодня у нас четверг, 17 августа. Давайте смотаем пробег и расход топлива. Расход топлива смотали и пробег. Давайте начинать. Хочу порекомендовать новую флотилию в Праге. У них достаточно хорошие условия. Вы платите всего лишь 500 крон в неделю и можете работать сколько угодно. Это отличный вариант для тех, кто работает на постоянной основе в такси. Также у них уникальный просто конкурс сейчас проходит. Вы можете выиграть целый автомобиль Volkswagen B7. Да-да, вы не ослышались, можете выиграть целый автомобиль. Условия для участия в данном конкурсе. Вам нужно, первое, быть подписан на YouTube канал, второе, на Telegram канал, третье, привести с собой друга и четвертое, быть просто в их флотилии. Это отличный вариант для тех, у кого нет с собой автомобиля и вы постоянно арендуете автомобиль и мечтаете о новом своем автомобиле. Также у них можно арендовать автомобиль от 3000 до 5000 крон в неделю. Я считаю, что это достаточно демократические цены, потому что среди конкурентов в районе 3000-4000 тяжело найти автомобили, достойные для работы в такси. Также специально для моих подписчиков вы пишите им сообщение «Таксуем в Праге» и получаете первую неделю работы в Uber без комиссии в данном таксопарке. Не упустите свой шанс выиграть целый автомобиль. Как я напоминаю, что сегодня у нас четверг и по заказам у нас, в принципе, сегодня даже неплохо, если бы я сказал, по коэффициенту особенно. Но почему здесь коэффициента раньше не было? Да все потому, что здесь очень много улиц, которые перераскопали, ведутся работы и там постоянно пробки чуть ли не до утра проходят. И поэтому здесь хоть как-то, хоть сделал в болт и Uber какой-то хоть коэффициент. Но в моем районе пока что заказов нет. И вот я думаю, что ли ехать в сторону центра, потому что здесь именно в четверг, будний день, заказов очень редко бывает. И поэтому я сейчас подожду еще минуты две и поеду дальше. Туристический трамвай с панорамным видом. Сегодня вообще странный день. Пока что ни одного заказа. Я же приехал на Дэвидскую и решил здесь постоять. Потому что в центре, если ехать, то там, конечно, большая очень сильная конкуренция. А здесь, в принципе, такой центр автобусов, метро, трамваи. Здесь, в принципе, очень много пассажиров, которые заказывают такси. Сейчас здесь найдем место. Опа! Первый заказ. 30 метров подачи. Берем. И мы уже на месте. Запаркуем. И будем ждать клиента. Так, выполнил я заказ. В принципе, я считаю, неплохой был, потому что мне доехал до Галишовец. И тут же мне уже практически сразу пришел уже следующий заказ. Уже с капсентом 1,3 целых. Вез я одну цыганку-стриптизершу, потому что мы ехали сейчас в стрип-бар. Если кто хочет у вас, видите, это он находится на Германово, на Галишовецах. В принципе, ничего против не имею, но зачем-то цыгане постоянно пшикают духами. Это у меня как бы большой вопрос. Почти зачем? То есть она не могла на улице попшикать, а именно садится в автомобиле и пшикают. Очень странно. Зачем это делать, я вообще не понимаю. А сейчас я пока что еду на следующий заказ. На принципе, неплохой. 1,3 коэффициент. Стоимость-то около 320 крон. Так что заказ мне выпал неплохой. Выполнил второй заказ, довелся я до Андела на манифесту. Очень достаточно популярное место. Здесь собраны большое количество всяких кухни. Там вьетнамская, азиатская, хоть какая в общем. Недавно, кстати, открылась. Пользуется очень большой популярностью у туристов и у местных. Так, коэффициент у нас, в принципе, уже пропал на самом деле. И, в принципе, здесь можно тоже ожидать заказы, но я считаю, что в этом месте особо заказ не бывает. Я подвигаюсь на Народное Деватло, на главный театр. Там, в основном, все заказы проходят именно в этой области. Третий мой заказ до Виноград. Там, конечно, дай попало будет большая пробка, но я все-таки возьму. Чтобы уже двигаться дальше, там, в принципе, какой-то какой-нибудь коэффициент уже есть присутствует. Где-то 1.1, 1.2. Ну, ладно, едем дальше на заказ. Завершил я уже очередной заказ. Выполнил я его за 15 минут целых. Как я говорил, что там пробка большая, и поэтому... Болт, он показывает, что там за 7 минут ты доедешь, а по факту ты доезжаешь за 15 минут. То есть, грубо говоря, 7 минут это неоплачиваемое время. Ты, как бы, водитель ведет уже за свою... Ну, за спасибо, в общем. А если писать в техподдержку по поводу того, что нужно пересчитать этот заказ, то, как правило, вам напишут, что мы отправляем этот заказ на проверку, и... И струмность была указана верная. Так что... Даже не знаю, что делать по таким поводам. И поэтому лучше работать по Uber до 10 часов вечера, потому что Uber именно такие пробки считает более нормально, потому что у него навигация стандартная не Google, как в Болте, а Apple или какая-то своя, в общем. Она более адекватная, чем Google, я считаю. Потому что она считает нормально пробки, и все вот эти повороты, где раскоплено, где не раскоплено, и так далее. И поэтому... Вот лучше работать днем в час пик по Uber. А пока я буду ждать заказ на Лексимбургской. Это недалеко от торгового центра Флора. Опа-на! Очередной заказ. Обратно на винограды. А я стоял у футбольного стадиона Славия. Здесь, в принципе, место не такое уж и рыбное. Как правило, вечером здесь... Там есть остановка. И в сторону с Пурилова все туда заказывают доходово. То есть они максимально невыгодны. Здесь они, как правило, без коэффициента. И ты уезжаешь просто с окраины, грубо говоря, еще дальше на окраину. И поэтому здесь редко получаешь такие заказы именно с Врешовиц до Винограда обратно в центр. Так, чтобы в какой-то степени мне повезло. Только завершил заказ, заглушил автомобиль. И уже следующее. Такое интересное вот в жилом массиве, получается, в Виноградске, где все улицы. Уругвайска, Варшавска. И здесь такой фонтанчик. И вокруг такие прикольные бары, ресторанчики небольшие. Очень такое хорошее место. А я сейчас поеду за Брайаном. 190 крон, безналичная плата. Это супер. Я сейчас нахожусь в центре. Время почти 9 часов вечера. Время не очень, конечно, удачное, потому что как раз таки с 8 до 10 часов вечера, как правило, за тиши в Браге коэффициента особо нет. Люди пока что в сено гуляют и наблюдают вот такую красоту. Где? Вот. Так что ждем еще где-то часик, и появятся нормальные коэффициенты. Будем уже работать интенсивно. А пока что я, в принципе, завершил заказ. Проехал, в принципе, недалеко. Запарковался и жду уже другой заказ. Потому что если буду двигаться постоянно именно на рыбные места, например, довез, завершил заказ и обратно, то особого смысла нет. Он пришел на заказ, кстати. Спина, как всегда. То есть, когда ты уезжаешь из Народной Дивадлы, на Моностранское на месте, грубо говоря, вот сюда через реку, и тебе, как правило, в спину постоянно кидают заказы. Вот, не знаю, специально себя так делает. Но мы, в принципе, не гордые, и поэтому в таком-то положении сейчас, как сейчас по заказам, я, конечно-таки, взял этот заказ и возвращаюсь обратно на другую сторону реки. Время у нас доходит в 1 час. Выполнил заказ с центра до Летишки. За 500 крон кэф был 1,3. И сейчас я нахожусь, в принципе, на терминале первом. Решил подождать немного здесь заказ, потому что уже въехал на парковку. Мне в любом случае нужно... Пока что есть бесплатное время, можно здесь пока поторчать, и уже, если не получу заказ, то поеду обратно. В принципе, пока такие дела. А по кэфу у нас в центре, в принципе, есть. Как раз-таки полтора. А Летишки пока что нету. Но пока ждем. Если не будет, то поедем обратно. В принципе, без заказа. В общем, не дождался я на Летишке заказа. Поехал к Калюкову обратно. И только подъезжая уже к центру, у меня только пришел заказ. Кэффициент 1,3. Зуза до Моравской. Так что на окраинах заказов может и есть, на самом деле. Но я быстро поехал. Потому что сейчас уже 1 часа, и в центре. В принципе, 1,3-1,5 держится стабильно. И поэтому выгоднее сразу ехать в центр и уже по нормальному коэффициенту уже работать. Так, время 12 часов ночи. я сейчас нахожусь в районе Камык, Мандраны. В центре коэффициент, в принципе, неплохой. И появились... Экономия включил, хочу поехать отсюда побыстрее. Куда ехать? Куда ехать? Сторонности... Сторонности права. О, берем. В центр как раз. Ну, все, повезло мне, в принципе, еще раз. Сейчас я на заказе, ожидаю пассажирку. И вспомнил случай, когда здесь была большая туса, в общем, здесь вход в клуб. И мне был пассажир очень сильно пьяный, чересчур прям вообще, ну, в говнищу. И шел как зомби на меня. И я, короче, просто взял и по газам туда поехал, в сторону полицейских. Я думал, на пофигу. А он за мной, короче, бежал. Я орал, такой, ну, это было жесть, конечно. Я от него, короче, уехал. И мне повезло, что я там потом развернулся и на вас лак уехал. И полицейских, когда в тот момент на меня как-то не обратили внимания, я уехал. Так что вот такие дела тут бывают. Завершил я заказ этот за 200 крон. 4 километра. Неплохо. В принципе, уже работа вся исчезает потихоньку. Где-то с часа до двух будет перерыв. И потом после двух до трех вроде как должна быть снова активность. И у нас появились заказы, предварительные заказы. Хотел. Ну, поедем. Нам делать нечего. Там, в общем, предварительные заказы. Смысл в чем? В том, что в Uber там 30 минут до подачи тебе как бы оплачивает пассажир. И цена уже, например, не 240, как в обычном такси, а там 450. 50. Вот. Опа, что там случилось? А в Uber, а в Болте такого нет. И поэтому вообще смысл этих предзаказов я вообще не понимаю. убыточные заказы. А, это помощь скорая. А то там на большом перекрестке Динамдеградска там полицейские самокатчиков повязали. И им штраф сейчас выписывают. И тоже еще по дороге видел таксисты с наклейкой болта остановили двое гаишников и что-то там выясняли долго. Не знаю, почему. Может быть, что-то тут случилось. Ну, я, в принципе, сейчас еще где-то часов поработаю и все, уже закончу смену. И там, в принципе, уже увидите меня, как я уже считаю, сколько сегодня получилось заработать. Все, я уже дома. Средний расход топлива 8,1. Пробег 220. Давайте все вместе почитаем, сколько сегодня получилось. Общая сумма 4495 крон. Мы из этой суммы отнимаем комиссию болта. Это 1120 крон. Итого у нас уже чисто выходит 3375 крон. Минус 170 крон это у нас комиссия таксопарка. Минус 220 крон это амортизация автомобиля. Минус 650 топлива. И сегодня у нас были очень хорошие чаевые. Мы добавляем 200 крон чаевых. Итого за 8 часов работы у нас вышло 2535 крон. Сегодня я проработал всего лишь 8 часов. Но на самом деле можно было продолжать и дальше работать. Так как сегодня четверг это как в Европе называется малая пятница. И поэтому многие люди отдыхают сегодня и завтра а субботу они проводят с семьей. И поэтому в принципе можно было продолжать дальше работать. Но из-за того что завтра пятничная смена нужно будет работать как минимум 12 часов и поэтому я решил сегодня проработать всего лишь 8 часов. Но если в принципе если мне нужны были деньги и нужно было побольше заработать то я естественно бы работал в принципе и дальше. Также еще хочу напомнить вам что по поводу конкурса все будут ссылочки в описании и в закрепленном комментарии. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайк. Пока.